Я хочу сегодня говорить, у меня мало времени, но поделиться немножко на очень важную тему, которую не успел в прошлый раз сказать. И зачитаю из Еремии, 17 главы, 12 стих. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». И чуть позже я прочитаю немножко из Откровения, из 4 главы, местописание, где тот же самый голос, который Иоанн услышал на острове Патмос, и вы знаете, что это ученик, который дольше всех прожил и всех апостолов, как о себе он сам пишет, ученик, которого любил Иисус. И он сказал ему такие слова, и их слышал тоже Петр, и стал спрашивать неразумно, что он тоже идет за нами. Он сказал, что «ты останешься, так коли я приду». И Иоанн попал на острове Патмос за Слово Божие, и однажды он услышал голос, который подобен был громовому, который был подобен трубному голосу, звуку. И он услышал этот голос, который говорил «зайди на небеса», да, и он взошел. И как написано, что этот голос, он сказал «отворилась дверь в небе», и вот голос, тот самый трудный голос, что я слышал вначале, заговорил со мной, и он сказал «взайди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». И тотчас я был вознесен духом. Я хочу спросить вас такой вопрос задать, немножко, может быть, неудобный. Когда мы молимся нашему Богу, каким образом мы представляем, кому мы молимся? И вы знаете, однажды я помню в детстве, мы путешествовали со своими родителями, отец у меня, он из Литвы, родом, и они уже в вечности. И мы зашли в католический храм, и я увидел, как одна бабушка преклонила колени, и в полный рост, там было распятие Иисуса Христа, и краской были нарисованы, ну, как бы, раны от гвоздей, кровоподтеки и так далее. И она оплакивала эти ноги, целовала их, и, значит, как бы, ну, просто сокрушалась на коленях. Для меня тогда было, это очень сильно возымело действие на моё детское сердце, и я на самом деле очень уважаю любую христианскую веру. Я уважаю там, где есть хотя бы маленькое зерно веры, и очень сильно, как бы, ну, был впечатлён этим. Но у меня был вопрос. На самом деле, так ли я должен молиться Богу? Такому ли Богу я должен молиться? И вы знаете, что Иисус сегодня, Он уже не на кресте. И когда мы молимся Богу, представляя себе крест голговский, где истекает кровью Христос, или Он уже мёртвый, простите меня, что я говорю такие святыни, это очень такие, ну, осторожные вещи, я говорить буду осторожно очень, в большом страхе. Но я думаю, что это неправильно – молиться распятому Христу. Потому что Христос уже не распят. Потому что Он уже был распят, и Он был погребён, и Он был совершенно умершим, испускающимся в ад духом Своим, и Он воскрес из мёртвых. И даже не тот Христос, который ходил по земле в Евангелиях, и даже не тот Христос, который по воскресенье являлся ученикам, но тот Христос, который был вознесён на небеса. И мы сегодня молимся ко христиане Богу Отцу через Агонца Божьего, через Иисуса Христа. Вы знаете, я рассказывал о же случае, когда одного проповедника, пастора, действующего, один проповедник, который проповедовал о любви Отца, он попросил помолиться вместе со всеми и сказать «Отец!». Этот мужчина, взрослый, будучи пастором, он зарыдал и сказал «Я не могу говорить «Отец!», потому что мой отец…» Я рассказывал этот случай, отрезал мне ухо и скормил. И это было страшно для него представить, что Бог может быть такой же, как его отец. И я хочу спросить вас, когда вы молитесь, какой образ вы себе представляете? Куда вы молитесь? И некоторые люди, они молятся в никуда. Это как признание одного человека. Это совершенно как бы… Он молится без концентрации, представляя просто как пустоту. Другой человек может представлять себе льва из колена Иудина и молится льву. Другой человек молится распятию и молится распятому Христу. Я понимаю, что распятие можно созерцать, можно о нем думать, можно уноситься своими мыслями, но это то, что просто дает нам воображение. Настоящая реальность заключается в том, что сейчас Бог пребывает на престоле. И я сейчас говорю вам очень радикальные, революционные вещи, потому что я никогда не слышал об этом ни одной проповеди в жизни. Но я считаю, что это очень актуальная проповедь. Потому что настоящий факт и реальность сейчас, ныне и будет так вечно заключается в том, что мы молимся сидящему на престоле Отцу Небесному. Я не говорю сегодня, что мы должны включать визуализацию, как говорят некоторые, и визуализировать, потому что Бог сказал, не делайте образы. И даже сам Бог, который описывается в Писании, я понимаю, что это очень такая благоговейная тема, но поскольку Библия описывает этот образ в Писании, и мы читаем в этом в Иезекииле, и мы читаем в этом в книге Откровения, то значит, мы можем об этом проповедовать. И у нас много учения о крови. У нас много учения о... Даже есть такая наука, как ангелология в теологии. У нас есть учения о вере, у нас есть учения о молитве, о дарах Духа Святого, учения даже о ковчеге и о скинии, но у нас очень мало учений о престоле. Но, знаете, если мы посмотрим в Писании, это-то является средоточием вообще нашей веры, сама личность Бога и его ипостась, в которой он сейчас пребывает. С одной и с другой стороны, это очень важно, не пересекая черты, потому что Бог запрещал делать себе изображение. И когда мы читаем, как Святой Дух описывает Бога, то мы читаем о том, что Он описывает Его очень осторожно и не говорит о чертах лица, о строении тела и так далее. Он говорит, подобен сидящему на престоле. Он говорит, подобен сидящему на престоле, потому что слов человеческих... Я не думаю, что это из-за страха, чтобы мы что-то приучили, потому что их просто не хватит описать величие и великолепие, и могущество, и просто чудный образ Бога. И поэтому там описывается как сидящий, подобный сидящему на престоле. Но вы знаете, что именно престол славы, возвышенный от начала, Он есть место нашего освящения. И Писание еще много раз говорит о том, что мы обращаем лица к Нему. И даже во 2 Коринфянам, это уже Новый Завет, написано, что когда Моисей закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израилева не видели конца того, что упразднено, и теперь их разум ослеплен. Это говорится о иудаистах. То есть люди, которые верят в Тор, в Ветхий Завет, и это говорится именно о проиудеев, именно про них, не про другие религии. Здесь говорится про иудеев, которые смотрят на Моисея. И написано, что вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Ветхого Завета остается неснятым, потому что снимается, но только благодаря Христу. И до сего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало снимается. И Господь, о Котором здесь говорится, Он Дух, а где Дух Господень, там свободно. Нам сегодня необходимо учение о престоле. И вы знаете, этому посвящена целая глава в книге Откровения. И я также читаю, что приступаем к Нему, к престолу благодати. Библия учит нас приступать не к Кресту, не к распятому, который был мертв. Мы проповедуем распятие, через веру, в которую человек обретает веру, но мы поклоняемся живому Богу. Мы уже поклоняемся Христу, который уже вознесен. Мы поклоняемся Богу Отцу, который сидит на престоле. И написано, что когда мы поднимаем лица, и мы поклоняемся сидящему, как небесные существа, и что же делают все небесные существа, ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, спасенные народы? Они поклоняются сидящему на престоле. Почему бы нам, братья и сестры, не начать поклоняться сидящему на престоле? И если все-таки, я дерзну немножко сказать, как бы в таком благоговейном трепете, что если вы все-таки визуализируете в своем духе, а все-таки человек такое существо, такое творение, что он представляет что-то себе, то визуализируйте сидящего на престоле. Потому что мы сегодня не поклоняемся льву, ни орлу, ни птице, ни человеку, ни угоднику, который угодил кому-то. Итак, мы поклоняемся сегодня не женщине, которая родила Спасителя. Мы поклоняемся сегодня Отцу во имя Господа нашего Иисуса Христа. Я говорю вам по Писанию. Мы поклоняемся Богу, и Он сегодня сидит на престоле. И если бы это было не так, эти были догадки, я бы не говорил этого. Но это написано, и этому посвящена целая книга главы Откровения. Я хочу зачитать четвертую главу Откровения. Здесь будет несколько стихов. И, пожалуйста, внимательно слушайте. Не можете даже закрыть глаза, как вам угодно. Можете слушать внимательно, но представьте себе сейчас эту картину. Знаете почему? Потому что Библия очень подробно описывает нам ее. И смотрите, что здесь сказано. «После сего я взглянул, и вот дверь отверстта на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, зайди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Вы знаете, этот голос, он записан в первой главе, это четвертая глава, но этот голос, это голос Иисуса. Иисус хочет, чтобы все мы, и в лице Иоанна, и мы все с вами, посмотрели, какая же реалия находится сейчас на небесах. И в этой реалии Он открывает сегодня Духом Святым, и моя молитва, чтобы сейчас, во время этой проповеди, нам открыл Господь разумение и сердце. чтобы после этого наше понимание, куда мы молимся, и к чему мы приступили, и к кому мы приступили, оно изменилось. Пожалуйста, будьте внимательны. «И тотчас я был в Духе, и вот престол стоял на небе». Смотрите, начинается картина не с неба, она начинается с престола. «Престол» – это первое слово, которое увидел Иоанн в Духе. «Престол» – это первое слово. «И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису, и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола. А на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белые одежды. И имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии». Смотрите, не тишина, не покой, не спокойствие, а молнии, и громы, и голоса, и семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов Божьих. «И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Слава нашему Господу! Слава нашему! Давайте воздадим тогда славу Господу! Это великая картина! Но как часто мы читаем это, и нам скучно! Скажите честно, не поднимайте руки, ведь некоторым из нас было скучно сейчас это читать, и вы думали, скорее бы закончил он читать, и скорее бы стал истолковывать. И вы знаете, именно так многие читают книгу Откровения. Но молитесь о том, потому что Писание никогда не мог записать человек, не будучи Вадим Духом Святым, и никогда истолковать не мог бы человек этих запечатанных вещей, как только Святым Духом. Вот почему много профессора, интеллектуалы, философы, они ничего не знают о Библии. Но простые люди, которые любят Господа с чистым сердцем, им открыто Писание. «Затем я увидел», это был голос Иисуса, «Боже, даруй рабам Твоим видеть затем». «И вот вотворились на небе дверь, и голос тот самый трубный, что я слышал вначале, «Даруй рабам Твоим никогда не потерять слышание Твоего голоса». И он сказал, «Поднимись сюда, я покажу тебе, на чему надлежит совершиться после этого». И он тотчас был вознесен Духом. «Я молюсь, дай рабам Твоим подняться выше, туда, где обитаешь Ты». Вот почему блаженны отцы, уже не дети и не юноши, а блаженны отцы, которые уже и победили лукаво, и познали Господа, но они познают безначального, то есть они познают уже Бога Отца. Блаженны эти отцы, которые познают Бога Отца. Поэтому давайте мы настроим наши зерца восхождению, восхождению в Духе. Покажи нам тайны свои и вознеси нас. Аминь. «И вот стоит престол на небе, а на престоле сидящий, а на небе-то, это братья-сёстры, престол. И этот престол, великий престол. Этот престол называется Великим Белым Престолом. И от этого престола будет бежать небо и земля. И они не смогут нигде скрыться, потому что настолько великий этот престол. А на престоле это не просто престол, сидящий. И от лица его бежало небо и земля. И лицо его невозможно было увидеть даже Моисею, потому что он мог его увидеть только со спины. Настолько велик Господь. И Моисей сиял потом своим лицом, хотя он увидел только спину сидящего. И сегодня для нас это величие. И когда мы молимся Богу, мы приступили не к тьмам только ангелов, не только к собору первенцев. Да, об этом написано. Но мы приступили прежде всего к престолу благодати для благовременной помощи. И этот престол, я благодарю Господа, он называется сегодня престол благодати. Благодати. Слава Иисусу! Я думаю, что это стеклянное море. Это море благодати, которое открыто перед лицом Господа. Насколько мне Господь открыл это место Писания, я постараюсь немножечко сказать вам. И я думал, ну какая это тема проповеди, как она связана с моралью, как она связана с христианцевыми принципами, с заповедями и так далее. Но вы знаете, я откладываю это все, потому что этому посвящена целая глава Библии. Последние мощнейшие книги Писания, пророчества Откровения, чтобы мы знали, какая реальность сейчас на небесах. И только Дух Святой может привлечь наше внимание к этому и открыть, насколько это важно. От сидящего исходило сияние, подобно драгоценным камням, и вокруг престола было, как изумрудная радуга. Вначале престол, затем все остальное. Все остальное в небесах, все после. И только те люди, которые действительно, люди его лица, они обитают вокруг престола. Я думаю, что в этом и заключается сама суть поклонения. Чтобы мы с вами не сводили глаз с престола, как эти старцы. Я думаю, что эти старцы были достойны высшего уровня близости с Господом, и они не сводили с него глаз. И вокруг престола сияние. И вокруг престола еще 24. И сидящий разделяет с ними славу, с этими старейшинами. Это не старцы, это не значит, что старики, дряхлые, может быть, кто-то неправильно представляет. В буквальном переводе это старейшины. Старейшины, то есть те люди, которые достигли зрелости. Которые имеют ведение, которые познали Господа так, как Он есть. Это духи праведников, достигших совершенства. И Он разделяет с ним славу. Он в общении святых, Он обложил себя святыми. Бог не один, просто во вселенной в пустоте или в пустыне. Но Он обложил Себя святыми созданиями, святыми сынами и дочерями. И Писание говорит, что 24 старца на престолах. Он дал им престолы. Он обложил мужами святыни. Он дал им быть вокруг себя. Он даровал им золотые венцы. Он даровал им престолы. Он даровал им сидеть в своем присутствии. Он даровал им общество друг друга. Он даровал им. И от престола исходят молнии, громы и крики. Престол не молчит. Престол издает. Он издает чудеса. Молнии – это как чудеса. Это как явление Божьего присутствия. Это пробуждение в истории Вселенной, в истории Земли, человечества. Это посещение сверхъестественное. Его молнии исходят от престола. Клики и глаза – это голоса. Это повеление святых. Это отвеченные молитвы. Это провозглашения. Это пророческие провозглашения. Это голоса пророков. Это откровение Божьего голоса. Это повеление Бога. Это посещение ангелов с откровениями. Это свидетельство святых. Голоса, исходящие от престола. Огромы – это как суды, как катастрофы, как посещение могущества Его явления, как посещение явления Бога в народах, в истории народов. И перед престолом семь светильников, горящих огнем. Это семь духов Божьих. Вы знаете, даже об этом написано, что есть семь духов Божьих. Для меня это великая тайна. Но написано, что там не один Дух Божий. Там есть семь духов Божьих. Я слышал, как Лестер Саммерл проповедовал о том, что это дух благодати, дух, как написано, благочестие и так далее. То есть он перечислял то, что написано, по-моему, в Исаии 11 главе. Я не знаю. Но здесь написано, что это семь духов Божьих. И написано в Писании, что духи пророческие, они послушны пророкам. И так написано. Я думаю, что семь светильников – это полнота Божьего плана, сотворение Царства Небесного. Слава нашему Богу! Горящие светильники – это вечный огонь, перед престолом. И они повинуются лично. Перед престолом. Почему они находятся перед престолом, эти семь духов Божьих? Потому что ими повелевает лично Отец. Они не идут по повелению ангелов. Они не двигаются сами по себе. Ими повелевает сам Отец. Он имеет непосредственное, направляющее к ним задание. И они исполняют только Его приказы, Его повеления. А не перед престолом. Семь духов – это духи всей земли. Богоприсутствие. Божье всеведение. Божье всемогущество. Напротив престола словно как бы стеклянное море, подобную хрусталю. Стеклянное море. Я думаю, что это управление Вселенной. Стеклянное. Все прозрачно. Господь как знает прямо сейчас Твои мысли. Как Он помнит каждый волос, который уже упал с Твоей головы сегодня. Как Он слышал каждую молитву Твою или даже безмолвную молитву воздыханием незреченным. Также Он знает, как управлять ас и кисиль. Как управлять галактиками. Или микрокосмосом. Он знает, как исцелить рак. Он знает, что будет после нас. Он знает, что было до нас. Он знает все. Это стеклянное море. И вся Вселенная, она открыта перед Ним. Она полностью распахнута, как Божья тайна перед Господом. Для Него нет ничего сокрытого. И посреди престола. Это очень интересное слово. Посреди престола. И вокруг престола. Как это посреди престола? И вокруг престола четыре животных. Но здесь написано четыре живых существа. Мне этот перевод больше нравится. Живых существа. Животные всегда символизируют что-то меньшее ниже человека. Но об этих существах написано, что они рядом с престолом и посреди престола. И у них множество очей спереди и сзади. И посреди и снаружи престола. Я думаю, что престол это не просто какой-то большой стул. Но это что-то более величественное, чем самая большая гора, которая только может существовать во Вселенной. Если кто-то из вас видел Эверест, может быть, на фотографиях или так далее, мне посчастливилось увидеть его глазами издалека, своими глазами, быть в одном из лагерей, где поднимаются уже на Эверест. Там сзади уже почти темнело. И когда поворачивался туда, там уже почти вечер. А там впереди день-полдень, потому что он сияет солнцем. Сияющая гора. Вот этот Эверест – ничто по сравнению с престолом. Поэтому посреди престола и вокруг престола были этих дивных четыре существа. И эти четыре существа – это не люди и даже не ангелы, но это совершенные творения Божии для обитания в славе и присутствии Бога. Он создал их для себя. Они обитают в Его присутствии. И четыре – это символ полноты обозревания, владычества. И глаза спереди и сзади – это полнота введения. Это бодрствование. Это проницательность и премудрость. И первое существо было похоже на льва, символизирующее власть и силу Господа. Второе – похоже на молодого быка. И посмотрите, какое единение. Бог, сидящий на престоле. Это значит то, что у Него такое единство, что Ему не нужно самому двигаться. Он повелевает. Все было сотворено только Словом. И мириады небесных существ совершали эту тайну мироздания, когда стал свет, когда началось небо, когда сотворена была Вселенная и человек на ней, когда сотворены были ангелы Божьи. И второе животное – это похоже на молодого быка, на тельца. Это как жертвенность, как работоспособность. Вселенная вся движется. В ней нет ничего того, что стояло бы мертво. Если кому-то из вас приходилось быть в клинической смерти, или кому-то приходилось видеть небо, мне однажды приходилось видеть небо. Я рассказывал уже об этом. Вы знаете, там нет ничего стоячего. Вы не найдете ни один квадратный миллиметр, который не дышит. Вы не найдете ни одну точку, которая бы просто была статична. Там все живое. Там нет материи, которая здесь есть, статичная материя. Хотя физики говорят, что ее нет тоже, она в движении. Но она, вселенная, движется. Божье царство дышит. Все дышащее дохвалит Господа. Слава Ему! Давайте воздадим Ему славу. И у третьего животного было лицо, как у человека. Это совершенство, это богоподобие. И Бог все сотворил для себя, Он сотворил все прекрасным. И на небесах все восхищает. Там нет ничего, чтобы было посредственно. Оно все имеет богоподобие. И четвертое животное, подобно парящему орлу, это ведение и премудрость Божия. И у каждого из этих четырех существ по шести крыльев, которые со всех сторон, снаружи и внутри, покрыты глазами. Ох, какие картины! Я не видел таких картин у художников. Если видишь что-то немощное, там четыре глаза под крылом, какие-то немощные такие картинки, может быть, Блейк там что-то делал еще. А так вот, чтобы мощное было, я не знаю, куда художники смотрят. Вот. Зачем им рисовать голых женщин? Зачем им рисовать голых мужчин? Пусть бы рисовали небо. Но для того, чтобы рисовать небо, им надо видеть небо. Аминь. И вот эти шесть крыльев снаружи и внутри, они покрыты глазами. И каждый глаз, он проникает в саму суть. Это как Божье око. Это как водительство и открытое видение. Это как служение. И непрестанно днем и ночью они восклицают, свят, 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 Господь Бог, Содержитель. Тот, кто был и есть и грядет. Они восклицают непрестанно, восклицают. Братья и сестры, восклицайте. Давайте восклицаем Иисус Господь. Слава Господу. И мне нравится, что они не шепчут дрябло. Они не говорят лениво. Они восклицают, что свят, свят, свят Господь Бог, Содержитель. Интенсивная хвала. На небе очень интенсивная хвала. Они прославляют святого, могучего и вечного Бога. Это мы сейчас рассказываем только то, что вокруг престола. Но я хочу сказать, что учение о престоле высоводит особенную благодать для нас. Я вернусь сначала. И если мы сейчас изменим наши отношения, когда мы молимся и созерцаем, вы начнете видеть видение. Вы начнете уноситься в трансы на небеса. Потому что вы будете направлять свой лазерный взгляд, как фокус луча Духа своего, в то место, в которое надо. Он ждет нас именно к престолу благодати. И почитайте Библию с этой перспективы. Вы увидите очень много учения Нового Завета о престоле. О том, что мы молимся сидящему на престоле. Аллилуйя, слава. А сейчас мы говорим о том, что происходит там, что увидел Иоанн вокруг престола. Самые приближенные существа, которые находятся вокруг него. И когда существа воздают славу, честь и благодарность, то есть четыре этих животных, сидящего на престоле во веки живущего. То есть они созданы, чтобы воздавать Богу славу. Славу так, как Он достоин, честь, как Он есть и поистине. Это культура царства и благодарность за Его любовь, дела и служение. Смотрите, они воздают Ему славу, честь и благодарность. Библия никогда не говорит лишних слов. Она никогда не говорит просто для пафоса. Они воздают Ему славу, честь и благодарность. Вы понимаете, славу, честь и благодарность. Эти три вещи, которые воздают эти существа. И двадцать четыре старейшины падают вниз пред сидящим, преклоняясь перед Богом, перед Ним переживущим и складывают свои венцы к подножию престола восклицая. После хвалы существ, после этих четырех приближенных существ, по второму кругу находятся двадцать четыре старца, старейшины. И после того, когда прославляют эти существа, после этого, Библия говорит, начинают славить двадцать четыре старейшины. Перед живущим, написано, слава Богу за живущего. Перед живущего вечера слагают свои венцы к подножию престола и возвращают ту славу своих венцов, которыми короновал их Отец, которых короновал их всемогущий Бог. Они возвращают Ему эту славу. Они отдают Ему обратно. И они говорят, «Ты достоин, Господь наш Бог, принять славу и честь, потому что Ты создал все, Твоей волей все стало и все было создано». Они воздают Ему также славу, честь и силу. Они отдают Ему свою силу, потому что Он все создал и потому что по Его воле все существует и сотворено. Дорогие братья и сестры, у меня нет времени. Я должен сейчас заканчивать, но я не скажу проповедь, я скажу вам только полпроповеди, если не скажу самого главного сейчас. Потому что следующая глава говорит такие слова. «И увидел я между престолом, окруженным четырех существами и старейшинами, Агонса, который стоял, словно бы принесенный в жертву. И у Него было семь рогов и семь глаз. Это суть семь духов Божьих, посланных для всей земли. Посланных для всей земли». Сначала Он увидел семь светильников, а потом, и я сказал, что эти семь светильников стояли прямо перед престолом. Но эти семь светильников были внутри Агнца. И этот Агнец имел этих семь духов. И как здесь написано еще раз, у Него было семь рогов и семь глаз, которые суть семь духов Божьих, посланных для всей земли. Иисус Христос стоял между старцами и животными, сидящими на престоле. То есть Он был ближе всех. И Он является тем, как Он сказал, «Я и Отец одно». И Он сидит о десной престоле на небесах. И проповедовать только от престола без Иисуса Христа это не будет полноценная проповедь. Поэтому, но сейчас я проповедую реальность, что самое близкое, самое близкое существо, которое стоит к Отцу, это Иисус Христос. Слава Ему! Воздайте Ему славу сейчас! Именно Иисус есть самый прилиженый престолу. И мы не поклоняемся Отцу в отрыве от Христа, но через Христа. И мы не можем прийти к Отцу без Христа. Вот что сегодня потеряли иудеи, которые распяли Христа руками римлян. Мы не можем без Христа прийти к Отцу, но только через Него, чтобы было через Него, им и к Нему. Слава Иисусу! Мы не поклоняемся Отцу без Христа. Здесь вступает в силу учение о крови Агнца. И он подошел и взял из правой руки сидящего на престоле свиток. И когда он взял его, четыре существа и двадцать четыре страны, пали перед ним, пали перед Агнцем, потому что он выше, чем они вместе взяты. Даже четыре высших существа вокруг престола, которого больше Эвереста в миллионы раз, перед которым вселенная не смогла укрыться. Представляете, какая гора, какой престол великий. Что никакая цивилизация, никакая галактика не сравнится с величием Божьего престола. И эти четыре животных, величественнейших сотворенных когда-либо, они упали перед Агнцем уже. И когда он взял его этот свиток, они упали. И старейшины упали перед Агнцем, как перед Богом. И каждый держал в руках арфу, золотые сосуды. Смотрите, что было у старцев. Я никогда не думал об этом. Они держали арфу и золотые сосуды, полный благоуханного фимиама. Это молитвы святого народа Божьего. И они поют новую песень. И началась новая песень. Это эра Нового Завета. Это новая песень будущего царства. Ты достоин взять свиток. И ты достоин снять печати его, потому что ты принесен был в жертву. Кровью своей приобрел для Бога и людей из всякого рода, и разных наречий, разных племен и народов. И ты сделал для Бога нашего священниками и царями. И на земле они будут царствовать. Причина воспаления Агнца это его подвиг по славу Бога. И конец, простите, и они держали арфу и золотые сосуды. И старцы с фемиамом молитв. Именно через него Бог получает и хвалу, и молитвы, и прошения. И эти существа и старцы воспевают хвалу кому Агнцу. Смотрите, за три вещи. Первое, за то, что он принесен был в жертву. Второе, за то, что он кровью своей приобрел людей из всех народов. И третье, что он соделал их для Бога священниками и царями. То есть он принес Богу великую добычу из мира тьмы. Он пришел в мир тьмы, погрязших в пороках людей, во все времена человеческой цивилизации. И он приобрел посредством своих смерти и страданий кровью своей купил, отдал всего себя для того, чтобы вернуть Богу людей, погрязших в грехах, которые уже являются царями и священниками Богу. Слава Ему! Воздайте Ему славу! Это сделал Агнец! Аллилюя! И в заключении. И увидел и услышал голоса множества ангелов вокруг престола, четырех существ и старейшин, и было их несметное число, мириады, мириад, и тысячи тысяч. Вы представляете, сколько там будет народу? Аллилюя! И они восклицали громким голосом. Достоин Агнец! Принесенный жертву принять силу и богатство, и мудрость, и мощь, и честь, и славу, и благословение. Это семь вещей. Достоин Агнец! Принять силу, богатство, мудрость, мощь, честь, славу, и благословение. И я услышал, как все сотворенное на небе и на земле, и под землей. Вы слышите? Все сотворенное под землей, и в море все сотворенное. Все, что в них восклицало тому, кто сидит на престоле, и агнцу, и благословение, честь, и слава, и могущество во веки веков. Вы видите, они в хвале соревнуются. Эти семь раз прославляют, эти четыре, за четыре вещи, эти за три. И у всех сознательная хвала на устах и в сердце. И четыре существа говорили, воистину так. Старейшины пали ниц и преклонились. И все оставшееся творение из мира небес и мира людей славило Христа. Сегодня, дорогие братья и сестры, это проповедь для всех нас. Я молюсь, чтобы Бог изменил и сделал совершенным наши молитвы и поклонения. И когда вы поклоняетесь, вы не молитесь в облако. Когда вы поклоняетесь и молитесь, не молитесь в пустоту. Когда вы поклоняетесь, не молитесь мертвому, висящему на кресте. Даже так я скажу. Мы проповедуем Христа распятого и принимаем вечерю. Но молитесь сидящему на престоле. И воздавайте сидящему на престоле и агнцу всю хвалу и все поклонение. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok